Слава Богу за этот день! Когда я говорю, что мне было 40, я смотрю такое недоумывание на лице, но я знаю, для Бога нет же ничего невозможного, и Бог творит все новое. Один даже брат мне сказал, слушай, он меня знал 10 лет назад, мы вместе пришли в эту церковь, это пастор, и он мне сказал, не наш пастор Олег Васильевич, другой пастор. Он мне сказал, слушай, ты такое ощущение 10 лет назад намного хуже выглядел, чем сейчас. Для Бога нет ничего невозможного, я сказал, аминь. Слава Богу, спасибо всем, еще раз низкий поклон. Церковь, я вас люблю, пусть Бог благословит вас. И давайте сейчас настроимся на то, чтобы слышать, что Дух Святой будет говорить в нашу жизнь, слышать Его Слово. Поэтому прежде чем мы сядем, скажи кому-то рядом, будь готов к слышанию. Будь готов к слышанию. И присаживайтесь в присутствии Божьем. Слава Богу за этот день. Мы пели сейчас очень хорошую песню. Мы провозглашали очень хорошие слова. Верю я в Тебя, Иисус. Верю я, Ты Бог, Отец наш. Верю я, Ты Сын Христос. Хорошие слова. Интересно, но именно сегодня Бог обращается к церкви с таким посланием. Почему ты не веришь? Почему ты не веришь? Бог сегодня говорит кому-то здесь присутствующему. Почему ты не веришь? Я получил это слово во сне. Так интересно. Я хочу поделиться немного об этом сне. Бог послал мне своего посланника. И я общался с ним в этом сне. Буквально недавно. Я разговаривал с ним. Знаете, такая картина. Это была большая комната. И такое ощущение, что я сам наблюдал со стороны на этот диалог. Так красиво выглядел этот Божий посланник. И он мне задавал один вопрос. Почему ты не веришь? И я там что-то доказывал ему в этом сне. Что-то объяснял ему в этом сне. Так ревностно. Так рьяно. Знаете. Отстаивая свою позицию. Потом он мне сказал следующее. Ты слишком много ноешь. Что ты ноешь? Почему ты не веришь? И я вновь что-то ему доказывал. Я вновь что-то объяснял. Я не слышал своих слов. Но я видел, что я так был убежден в своем послании. Он мне сказал такие слова. Ты служитель Божий. Ты человек Божий. Почему ты не веришь? И вновь я ему что-то объяснял. И вновь я что-то говорил. И потом он обратился ко мне. Знаете. Пристально посмотрел в мои глаза. И сказал следующее. А. Теперь я понимаю. Почему ты не веришь? Ты не веришь. Потому что ты не видел веру. И я проснулся. Немного прокомментирую. Я проснулся. Я размышлял. И знаете. Я размышлял над этим словом. И я поймал себя на мысли. Что желание верующего человека. видеть явную, сильную веру в своей жизни. Мы много сегодня поем об этом. Мы много сегодня говорим об этом. Мы читаем истории. Евангелийские истории нашего спасителя Иисуса Христа. Мы читаем истории о том, как он исцелял слепых от рождения. Как слепые от рождения люди прозревали. Мы читаем о том, что люди, Лазарь на четвертый день. Не на первый, не на второй, не на четвертый день. В воскрес из мертвых. Мы читаем о том, что хромые от рождения вставали. Забирали свои постели. Мы читаем сегодня об этом. Мы читаем эти истории, церковь. Но я поймал себя на мысли, что за 15 лет своего следования за Христом, я не видел этого в своей жизни. Но поднимите руку те, кто в своей жизни, в христианской жизни, видел такое чудо, как исцеление слепого от рождения. Когда за него помолились братья, может быть, пасторы, может быть, какой-то пророк. И этот человек прозрел. Есть такие люди здесь? Один, два из трехсот, да? Два человека, небольшой процент. Спасибо вам за вашу откровенность. Три. Поднимите руку те, кто видел в своей жизни воскрешение мертвого человека. Но воскрешение не в первые 2-3 часа. Хотя и такое бывает. Но очень часто, знаете, не всегда это воскрешение. А именно, когда человек умер, буквально умер, медики подтвердили биологическую смерть его. И на следующий, или там через день, через 2 дня, этот человек воскрес из мертвых. Поднимите руку. Есть такие здесь? Кто видел силу? Кто видел такую веру? Один человек. Слава Богу. Спасибо вам за вашу откровенность. Может быть, есть здесь люди, которые видели слепых от рождения, и те становились зрячими после молитвы верующих людей. Есть такие люди? Поднимите руку. Нету ни одного. Интересно. Знаете, желание, ну лично мое желание, как верующего человека, видеть все то, о чем мы читаем сегодня в евангельских историях. Аминь или не аминь? Мы хотим видеть эту веру. Мы хотим видеть эти чудеса. И мы порой молимся за какое-то чудо в нашей жизни. Может быть, это не исцеление от слепоты. Но тем не менее, мы молимся порой. И порой не приходит ответ от Бога тогда, когда ты этого хочешь. И приходит из-за этого разочарование в отсутствии ожидаемого. Мы ожидаем. Мы ожидаем эту веру. Мы ожидаем ответ от Бога. Но не всегда приходит ответ от Бога тогда, когда тебе этого хочется. Но так или нет, церковь? Знаете, что я заметил? Именно в такие периоды в жизни человека, когда ожидания твои не оправдываются, приходят мысли. Мысли о дьяволе, я называю. Мысли в твоем разуме. И ты начинаешь размышлять. Оправда ли все это? Мы даже придумали в церквях такой термин – рациональная вера. Рациональная вера. Кто слышал такой термин? Поднимите руку. Я не говорю о том, сейчас нужно полностью отбросить свой разум. Нет, я не об этом. Но мы слышим такое понятие – рациональная вера. Это когда я полагаюсь в своем следовании за Христом только на свой разум и точка. Именно в такие периоды, когда не приходят ответы, тогда, когда тебе этого хочется, приходят такие мысли. А ты не задумывался о том, что все это фальшь? А ты не задумывался в своей жизни о том, что все, что говорит тебе пастор – это фальшь? Это манипуляция? А ты не задумывался о том, что все, что здесь происходит – это фальшь? Не задумывался ли ты об этом? Не задумывался ли о том, что… Это просто истории, которые ты сегодня читаешь. Но ты же этого не видел. Не задумывался ли ты об этом? Мысли о дьяволе. И ты начинаешь переваривать эти мысли в своей голове. Послушай, я хочу сказать, очень часто дьявол использует твой разум для того, чтобы сломать твою веру. Сномать и сокрушить основательно. Очень часто в таких размышлениях происходит такое лжеозарение, я назвал. И правду. Я же этого не видел. 15 лет я следую за Христом. Стой здесь перед вами. Я хочу сказать, я не видел такую веру, когда люди вставали с колясок. Только по телевизору видел. Инвалидных колясок. Я не видел такую веру, чтобы люди умирали и на второй или на третий день воскрешали. Те, кто поднял руку, вам повезло, наверное, больше, чем мне. Но я этого не видел. И происходит такое порой лжеозарение. А зачем тогда я трачу свое время на то, что прихожу в это место? Лжеозарение. Зачем я трачу свое время на все это? Зачем я трачу свои деньги? Нас призывают очень часто, да, здесь, постоянно, каждое воскресенье. Жертвуйте. Жертвуйте. И порой приходит такое лжеозарение. А зачем я трачу на это свое время и деньги? Если все это фальшь. Мысли в твоей голове. Мысли в твоей голове. Подлинно ли, сказал Бог? Такой вопрос. Подлинно ли, сказал Бог? Однажды задал дьявол в Эдемском саду первому человеку. Его звали Адам. И его вопрос звучал именно так. Оправда ли? Подлинно ли, другими словами. Оправда ли, сказал Бог? Я хочу тебе сегодня сказать, за все существование человечества в стратегии дьявола абсолютно ничего не изменилось. И как тогда он задал этот вопрос Адаму, первому человеку, так и сегодня он часто задает этот вопрос в жизнь верующих людей, в их разумах. И я не исключение. Ничего абсолютно не изменилось в его стратегии. Я хочу зачитать это место из Священного Писания. Это книга Бытие, глава 5. Нет, Бытие, глава 3. С 1 по 5 стих. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешь ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказала змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Первый вопрос, который он задал, и который люди того времени поверили. А правда ли, сказал Бог? Дальше он посеял ложь в разум Евы. Нет, не умрете. И Евы, и Адама. Нет, не умрете. Нет, не умрете. Не надо слушать все то, что здесь говорят. Не надо следовать этим заповедям. Не надо хранить себя в благочестии до своего союза. Можно заниматься блудом. Не умрете. Ничего не произойдет. Подумаешь, что пастор говорит, не стоит употреблять алкогольные напитки. Ты считаешь, что это правда? Нет, не умрете. Ничего не произойдет. Очень часто сеются именно такие мысли. И происходит лжеозарение. И вот пятый стих. И вы будете, как боги, знающие. Как боги, знающие. Желание человека порой быть, как боги, знающие. Знающие. Я все знаю сам. Не надо меня учить, наставник. Не надо меня учить, пастор. Я все знаю сам. Я все знаю сам, как мне поступать в этой жизни. Не надо меня учить. У подрастающего поколения очень часто это бывает. Особенно в кризисах переходного возраста. Не надо меня учить, папа, как мне жить. Я все знаю сам. Лучше помоги мне материально. Желание человека порой стать, как боги, знающие. И появляются такие всезнайки. Вы, Иисусе Христе. Теперь я все знаю сам. Уже прошел библейские курсы целых два месяца. Теперь мне не надо ничему учить. Я сам кого хочешь научу. Дальше, пастор, ты своей дорогой, я своей дорогой. Всезнайки появляются такие. И появляются у людей веры порой другие ценности. Смотришь, он раньше так слушал, так был послушен всему. Принимал так все с открытым чистым сердцем. Каждое слово. А потом смотришь, уже другой взгляд. Потом смотришь, уже другая походка. По церкви. Примерно вот такая вот. Я знаю, о чем говорю. Сам проходил через это, каясь перед вами. Уже не надо ничему учить. Окончил я учебное заведение выше. Теперь я все знаю сам. И порой у таких людей приходят другие ценности. И Бог сказал в своем слове, перед падением человека возносится в сердце его. Другие ценности появляются. Очень часто за 15 лет своей христианской жизни я наблюдал эти вещи. Как человек следует так прилежно за Христом. Принимая слова наставника своего. Потом полностью изменялся. Появлялись другие ценности. Ценности этого мира. Ты говоришь, что секс до брака это грех, это плохо. А я так не считаю. Я знаю, что ничего от этого не будет. Появляются другие ценности. Секс без границ какой-то. Алкоголь. Ну не много. Я же не напиваюсь. В советские времена даже придумали такую фразу. Кто жил в советские времена, сейчас подтвердит. Манера культурного питья. По всем экранам телевизоров, во всех фильмах. Культурно выпивали спиртные напитки. Учителя, доктора. Культурно курили и прочее, и прочее. Манера культурного питья. А что в этом плохого? Теперь я все знаю сам. Я не умру. Мне делал, так сказал. Ничего не изменилось абсолютно. Потом приходит надменность к человеку, и его сердце все больше и больше ожесточается. А дьявол при этом радуется очередной своей победе, очередной завоеванной душе еще одного верующего человека. Да не будет с нами такого, друзья. Иисус сказал об этом так в своем слове. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Обращаясь к людям веры того времени, он сказал следующее. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Это слово к верующим людям. Он был человеку убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он отец лжи. Первое, похоти отца вашего. Обращаясь к Христос, говорит к верующим людям, вы хотите исполнять похоти. Похоти. И второе, он говорит, что тот, кто сеет вам это, не устоял в истине. Как много, как часто порой люди идут на поводу своих похотей, своих страстей, своих греховных желаний, и терпит крыльболькрушение в вере, крушение в вере, скажу современным языком, ломаются в вере. И я хочу тебе сегодня сказать, обман и ложь. Все дьяволы очень часто в твоем разуме, поэтому бодрствуй. Бодрствуй. Скажи кому-то рядом, бодрствуй. Бодрствуй. Он лжез. Послушай, Иисус говорит, он лжез, то есть дьявол лжез. Не ведись. Не пополняй его копилку собою. Не пополняй его копилку собою. Иисус сказал однажды, как это вы не понимаете, о чем я говорю? И может быть ты сегодня сидишь и тоже размышляешь, и задаешь себе такой вопрос. Не понимаю, о чем ты, пастор. Я верю. Моя вера несокрушима. Она сильна. Она непоколебима. Сам себя убеждаешь в этом. Иисус однажды так же верующим сказал, как это вы не понимаете того, что я говорю? Евангелие от Анна, 8 глава, 43 стих. Может быть ты сегодня не понимаешь? И это нормально. Возвращаясь к рациональной вере, хочу сказать тебе сегодня, не пытайся понять Бога своим разумом. Это сделать невозможно. Не пытайся понять Бога своим разумом. Сегодня все ученые практически утверждают то, что все здесь, что написано, и эта теория сотворения мира действительно была, скорее всего, так. Но знаете, в чем мнение расходится? В том, что вот много всего, а то, что здесь написано, не совсем, наверное, правда. Вот этих чудес не было, скорее всего. Мир, да, может быть, сотворил и он. Всемогущий разум, Бог, как хочешь его называет. Но вот содержание написанного как-то не укладывается в моей голове, в моем разуме. Многие ученые к этому приходят. Не пытайся Бога понять своим разумом. Это сделать невозможно. Его можно понять только поверив, скажи, поверив, своим сердцем. И никак более. Никак более. Ни одна теория сотворения мира не отвечает на вопрос, с чего все началось. Ни одна не ответит. И даже то, во что мы верим. Это можно принять только поверив, в своем сердце. И можно сегодня порассуждать о том, что, ну да, нам не повезло, мы не увидели. Может быть, апостолам повезло больше. Но они же видели. Они видели воскресшего Лазаря, все апостолы. Они видели этих людей, хромых от рождения, встающих после молитвы Спасителя. Они все это видели. Они видели слепых от рождения, которые начинали видеть. Все это они видели. И им, наверное, повезло больше. Мы сегодня живем в другое время, в другую эпоху. Бог изменился. Он уже не так действует, как раньше. Вот раньше были времена. Вот в историю мы читаем, да. Ну, им повезло больше. И сам Иисус сказал однажды, обратившись к ученикам. Евангелие от Луки, 10 глава, 23 стих. Обратившись к ученикам, сказал им особо, блаженны очи, видевшие то, что вы видели. Сам Спаситель сказал, счастливые, счастливые вы, очи ваши, видевшие то, что вы видите. И да, апостолы видели все это. Видели, и то сомневались. Видели, и то сомневались. Обратите свое внимание на то, что Он не говорит им следующее. Блаженны вы, потому что вы видели то, что видели. Он говорит, обращаясь к их глазам. Счастливые ваши глаза. Не вы сами, а ваши глаза. Это важный нюанс, к которому я вернусь чуть позже. Ваши глаза счастливые, потому что видели хромых, исцеленных, прокаженных, исцеленных, мертвых воскресших, Лазаря на четвертый день воскресшего. Но Иисус так же и сказал и другое. В момент своего воскресения, когда явился к своим ученикам, и, войдя в горницу, где они молились, где они были в смятении, где их вера была надломлена, Он пришел к ним, помните такого Фому, одного из двенадцати? Помните его? Самый верующий, в кавычках. Так вот, Фома сказал ему, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 28 стих, Господь мой и Бог мой, когда Христос пришел, когда Он вложил палец Ему в раны, после Его воскресения, после того, как Он был распят и воскрес на третий день, ученики пришли, сказали, спаситель нас воскрес, Фома говорит, не поверю, не верю ни одному вашему слову, да, я видел Лазаря воскресшего, да, я видел слепых прозревших, но я не поверю, пока не вложу свой палец, вот этот палец Ему в рану. И приходит Христос в эту горницу, в этот дом, где был Фома. И Фома, увидев, говорит, Господь мой и Бог мой, сразу поверил. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел Меня. Ты поверил, потому что увидел Меня, блаженный, не видевший и уверовавший. Много сотворил Иисус предучениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Все это написано, дабы вы уверовали, что Иисус, Христос, Сын Божий и веру имели жизнь вечную. Так вот, когда я проснулся после своего сна, когда я услышал эту фразу, ты не веришь, потому что ты не видел веру. Я размышлял над этими историями, которых я, которые я читаю в Новом Завете. Именно эти истории мне пришли тогда на кровати ночью. Это была ночь. Именно эти истории пришли мне на сердце. Я поймал себя на мысли, что я не видел, но потом тихий голос и я услышал в своем сердце. Блаженные, не видевшие, но уверовавшие. Откровение дня сегодня для тебя и меня, потому что Дух Святой положил мне на сердце поделиться этим посланием с церковью. Подарок от Фомы можно назвать это. Блаженные, не видевшие, но уверовавшие. Фома не видел и сказал, я не поверю, пока не увижу его воскресшего, пока не вложу свои персты в его раны. И Спаситель отвечает ему, отчасти упрекая в его неверии, счастливые те, кто не видел, но уверовал. Кто уверовал, скажите аминь на это. Кто не видел, но уверовал.